приветствую вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и сегодня мы поговорим про компанию blizzard знаете ли произошли утечки два разных источника утверждают что компания разрабатывает diablo 4 и в 2019 году на близко него нам якобы презентуют и помимо прочего overwatch 2 по этому поводу конечно же возникают у многих людей вопросы во первых почему diablo 4 не показали на предыдущем близко не раз игра уже в разработке находится достаточно продолжительное время якобы шрайер не врет наверное но будем надеяться что не врет и зачем blizzard разрабатывать overwatch 2 когда казалось бы есть существует вполне себе здравствует первая часть развивается людей привлекают есть overwatch league киберспорт цветет и пахнет миллионы долларов зарабатывают что же такое произошло я не очень понимаю насчет overwatch 2 с учетом того что первую очередь игра сервис с учетом того что принципе blizzard славилась всегда тем что делала игры на века так сказать овервоч не так-то уж и давно вышел четыре года назад да вот не сильно-то раньше чем в шестнадцатом году чем rainbow six siege разработчики которого всячески говорят что вы чё с ума сошли никакой второй части никогда в жизни не будет успокоиться я во-первых на самом деле не очень понимаю саму идею overwatch 2 но если так задуматься то я возможно 1 overwatch заходит в тупик и blizzard нужно какая-то глобальная встряска бренда то есть что-то сказать типа смотрите бум вот вот такой вот впырск чего-то принципиально свежего пускай это свежий странного цвета но свежим вот плюс у blizzard колоссальная проблема и по слухам на издание по моему то ли wall street journal то ли forbes какой-то из этих вот сообщала что у blizzard серьезные трудности с киберспортивной составляющей ну там же уходят лизеры во первых этого направления ушла там одна из руководительниц этого направления в целом там после того как пришел один из бывших руководителей фокса который занялся киберспортом с ним многие не могут нормально работать и в этом направлении у blizzard у активижен blizzard в целом очень серьезные проблемы при этом в overwatch league вкидываются огромные деньги и насколько я понимаю она не так хорошо взорвала мир киберспорта как хотелось бы близко по информации источника 30 процентов руководящего состава blizzard после вот это вот глобальной чистки котика ушли как куда-то в другое место в лучшее место будем верить дело в чем почему они разрабатывают overwatch 2 и и почему лично я эту новость как раз-то принял с большим пониманием если сравнивать с другими играми сервисами то overwatch и не просто зашел в тупик он уже давным-давно в нем барахтается во первых проблемы с так называемым развитие если например сравнивать с тем же самым rainbow six each как думаешь сколько вот за четыре года rainbow six each существует уже четыре года сколько вышло героев новых оперативников до хрена там в каждом сезоне по 45 по моему каждый год по 8 штук сейчас уже 28 в конце этого года добавит еще 32 прикинь 432 дополнительных героя это помимо тех что были сразу blizzard за это же время примерно добавила девять героев девять героев в каждом из которых есть вопросы у сообщества поскольку второй момент баланс которого к сожалению достичь blizzard так и не может есть герои которые откровенно всех бесит есть герои которые перебивают большинство остальных героев помимо этого есть такое еще одно понятие в игре мета каждый патч после перебалансировки кого-то по нерв или занизили его способности кого-то подняли кому-то что-то поменяли и в итоге формируется мета мета на определенный сезон на определенный период это набор из нескольких героев которые идеально друг с другом рабочих всех да и все то есть есть мета и ее перебить уже очень сложно это приводит к тому что в течение вот этого всего времени люди играют одинаково одинаково ну если мы не берем в расчет просто игры вам более-менее профессионально то есть именно если ты хочешь сражаться за лидерство если ты хочешь участвовать в рейтинговых матчах то ты подстраиваешься под остальных ты вынужден играть не теми героями которыми хочешь ты вынужден снова и снова сталкиваться с одинаковыми одинаковыми шагами потому что все быстренько смотрят так чё там киберспортсмены делают понятно значит мы стоим здесь это делает это это делает это потом идет столкновение и каждый новый бой пылин повторение предыдущего и это дико бесит сколько бы героев они не добавляли как бы они их не патч или чтобы они с этим делом не пытались сотворить проблема в том что каждый раз формируется в идеальная мета и каждый раз герои игроки вы сталкиваются с тем что один и тот же паттерн то есть пример битвы соблюдается и это приводит естественно к фрустрации помимо этого конечно же blizzard запустила overwatch игру без лора это игра в которой не было лора в которой вот так вот быстренько примерно даже наверное ситуация была еще хуже стены чем с первой destiny когда разработчики запуская игру впихнули в гримуар так называемый знание вселенной отдельном сайте обрывки просто то что сотворили сценаристы за все время разработки игры и просто все это запихнули в гримуар гримуар разместили у себя на сайте подальше от игры чтобы не дай боженька тебе там никто не захотел куда-нибудь заходить и вот куда-то там можно пойти почитать что то там есть также поступили ребята из blizzard ролики прекрасно игровые комиксы на сайте пожалуйста пройдите комиксы туда же какие-то истории туда же но лучше туда не заходить чтобы не оскорбиться потому что ваш любимый герой внезапно может оказаться лесбиянка или геи что поделать и ники веники ели вареники солдат 76 ты сейчас вводишь извини на парад на парад знаешь кстати когда началась вот это вот чистка в activision blizzard пробежал слух о том что бобби котик хочет чтобы близок чаще выпускала игр том что ему хочется больше золота еще больше золота чем есть и я так понимаю он хочет сделать из blizzard аналог а вот этих трех студий которые занимаются тремя и играми серии call of duty ну раз в три года выпускают новую часть по слухам и вот в следующем году троярых будет делать то есть цикл нарушится но вот котик хочет видеть больше игр от blizzard чтобы они больше и чаще продавались и мое мнение вот выпуску верующ 2 кратят и относишься к нему с пониманием хотя есть предпосылка для того чтобы выпустить внешна глобальная перезагрузка мое мнение фанаты многие не очень поймут глядя на то что им скажут слушай покупали сколько ты там на лутбоксики потратил до 2 сколько ты ночей не спал выполняете дебильные задания сколько ты до силу твоя зончики до которые вот-вот должны были закончиться ты не получил свой любимый скин сколько ты денег влил для того чтобы наконец-то он у тебя оказался в коллекции а потом ты плакал над дубликатами а потом тебя ставят перед фактом парнишек извини до свидания но проблема в том что этот же элемент котик проводит точнее вот этот финт ушами котик проводит ежегодно к сколу в дюти каждый год товарищи которые покупают игру некоторые конечно покупают сезон пасс но помимо прочего там есть сундучки раньше были сундучки сейчас это типа не модно поэтому сейчас уже есть боевые пропуска но вот которых можно покупать уровнем естественно и в этих уровнях опять же сундучки с непредсказуемым потом добавили стандартные сундучки в общем отлично и самое главное что все эти затраты следующий колу в дюйте и все это веником куда-то там в уголок сметается следующий колу вьюти покупайте все за приходит это сладкая мечта бобби котика прогнуть blizzard под эту самую модель чертовой матери что за дубильная практика игры сервисы игры сервисы для лузеров подумал котик почему потому что игры должны продаваться не просто рейнгу сексидж рейнгу сексидж весьма успешная игра один из самых успешных мультиплеерных шутеров за последние годы единственный который за последние четыре года показал реальную крутую стабильный до стабильный ну во первых и стабильный рост и стабильное принятие аудитории там сколько уже там не на про и достаточно среднем старт при том что это платная игра платная и ну есть есть еще плюс это есть еще такой феномен как королевская битва я их не рассматриваю это скажем так где-то там отдельно все это существует именно традиционный мультиплеер с традиционными более-менее правилами террористы контр-террористы бомба заложники станции идем друг друга мочить то есть дальнейшее развитие идеи контр-страйка и в этом плане конечно они удивили и удивили очень сильно ну вот но тем не менее за четыре года они заработали жалкий миллиард долларов за пять по моему за 4 но игра в пятнадцатом году в конце пятнадцатого года вышло жалкий миллиард долларов за все будет в обе коте каждый год от call of duty получает сколько в два раза больше во сколько там но судя по всему да бабе котику не нравится что потока микротранзакции возможно со временем иссякает и надо не просто продавать а еще в течение полугода продаешь микротранзакции потом еще продают транзакции потом запускаешь новую игру сервис и половину пользователей заставляешь пересаживаться тем не менее это кстати это отмечал статье про проблемы call of duty сейчас такая политика людям уже не очень сильно нравят люди уже в том числе благодаря приходу фортнайт и супер популярности фортнайт на консолях и apex legends они привыкли уже что игры ну запускаются всерьез и надолго все условно бесплатно и более того ничего того что они на всерьез и надолго они еще и бесплатны на старте а платная там только косметика которая не обязательна и вот эти вот все вложения они ну относительно долгосрочные если что-то не случится но ты уверен а не так как вот в случае если вот продавит идею с overwatch продавили если верить слухам то пользователю расскажу да блин да блин как так то есть почему в условно бесплатные игры многие люди вкладывают деньги даже почему в тот же star citizen многие люди вкладывают деньги они видят в этом некий глобальный долгосрочный проект все он вложил там условно и там доту сто двести долларов все это он будет играть в эту доту еще лет пять-десять ну как минимум вот если сам с вальф ничего кардинального не случится волва фаркрафт каждый год человек вкладывает сотня долларов просто для того чтобы играть плюс покупает какое-нибудь дополнение раз два года отлично 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 с кем бобби котик рукоплеска отлично блин а вов к сожалению подздувать дальше blizzard что дальше и blizzard естественно сейчас вынуждена на самом деле выпускать новые игры и более того для огромного количества людей это скорее всего даже будет подарком потому что есть такие люди например как я которых overwatch в принципе разочаровал мне эта игра перестала быть интересно где-то год год или два назад есть огромная аудитория diablo которые ищут пытаются найти замену где угодно но к сожалению только не у blizzard и казалось бы blizzard могла им подарить такую возможность но почему-то вот не хочет а почему она не хочет а потому что сначала им нужно продумать и идеальную концепцию для того чтобы diablo принесла приносила им каждый год не жалкие там 100 миллионов долларов как 100 миллионов как спасу фэкзайл да 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 500 миллионов и человек на больше то есть должна быть разработана заранее работающая финансовая модель потому что diablo 4 не разрабатывался так долго не потому что у blizzard там или у техников не было идея дуя более чем или что идеи были более того достаточно посмотреть по сторонам так вот здесь отличная концепция там ну blizzard кстати для diablo 3 потом натырила удачных идеи и спасу фэкзайл тоже это стоит учитывать вот но тем не менее они посмотрели посмотрели так мы можем мы можем приходят боби котику он говорит ребята отлично как мы это будем монетизировать у нас была мысль перезапустить аукцион допустим не работает уже один раз показала что не работает китайские дрочеры простите обваливают рынок чертовой матери поэтому нужно думать что-то более-менее косметику в таких играх сложно продавать это как бы основная фишка этого проекта косметику можно пасу фэкзайл за это и живет но опять же понимаешь тут вот в чем дело либо diablo делать бесплатным а у них уже один бесплатный diablo в разработке находится diablo immortal называется кстати где он blizzard по моему сделала вид что его не существует или скорее всего объявит на близконе дату выхода только после того как покажут тизер или какую-то демонстрацию diablo 4 ну да и близок не может себе позволить конфуза со diablo 3 когда вышел аукцион сломался его пришлось потом чинить потом отключать я был аукцион вышел так то как запустили diablo 3 это был конечно вообще кошмар это ошибка когда все люди неделю не могли зайти в игру потом у меня украли аккаунт при том что у меня ничего не было зачем-то у меня его украли потом восстановили у меня вернулся мой прокачанный герой но с голым задом вот пришлось заново искать шмотки но вот потом были проблемы с непониманием опять же с непониманием как его компанию боевой а чё нам делать с лутом мы не понимаем в чем мы ошиблись да пока вот два ушло два года ушло на создание лут 2 да поэтому люди которые сейчас закрывают именно андем да то есть уже думаешь ну ну все андем боевая андем до свидания проекта никаких перспектив я напомню такие игры как diablo 3 который через два года вернулся во всем великолепии потом правда перестали его развивать вот но тем не менее вернулся во всем великолепии такой проект как destiny который через год вернулся во всем великолепии с дополнением taking king такой проект как destiny 2 который вернулся через год опять же да во всем великолепии когда вышел до великолепное дополнение forsaken но то есть можно перезагрузить было бы желание и была бы какая-то творческая искра у разработчика. Проблема в том, что Andem, да, то есть это мы говорим про игры Destiny и Diablo третья часть, это игры, которые в свое время побили сумасшедшие рекорды по продажам. То есть аудитория у них была. Что касается Andem, это изначально провал по продажам, то есть недобор относительно ожиданий самого издателя, причем ожидания были достаточно скромные. Сколько там 5-6 миллионов хотели и в итоге получилось где-то миллиона 4. Ну, по слухам 4 миллиона, но официально не добрали, и Уилсон официально... То есть вряд ли они будут это делать, но опять же возможность такая есть, особенно что Уилсон говорит, что мы рассчитываем на 7-10 лет жизни проекта. Удачи! Уилсон удачи! На 100 лет жизни проекта, да, опять же, в Diablo 3 хоть какой-никакой был потенциал и было имя Blizzard, на которое тогда еще шли. Тогда еще имя Blizzard работало. Ну, как и Destiny с его механикой. Анзом, к сожалению, нет ни того, ни другого. Имя BioWay это уже скорее минус, чем плюс. А каких-то интересных, потенциально крутых идей в Анзом немного. Там больше проблемы на фундаментальном уровне. По крайней мере, с учетом того, что я читаю. А Blizzard, да, Blizzard нужна какая-то крутая система монетизации в премиальной игре. В полноценной премиальной игре. Которой в лучшем случае будут продаваться платные дополнения. А знаешь, что самое печальное в этом вопросе? Ну... Обсуждая Diablo 4, мы говорим ни боссы, ни продолжение истории, а что там может быть, да? Мы обсуждаем монетизацию. Так, естественно, мы говорим об Обе Котике, а об Activision, об одной из самых жадных и богатейших. При будучи одной из самых богатейших, она является еще и одной из самых жадных. Это, кстати, о том, чем, что собой будет представлять Diablo 4. Да, это будет симуляция крутой монетизации, без вопроса. Хотя, может, и не крутой, может, наглый. Понимаешь? Бобби Котику уже нужны бабки больше, чаще, еще больше, еще чаще. Я же, когда смотрел финансовые отчеты Бобби Котика, я каждый раз охреневаю. Каждый раз охреневаю. Дело в том, что постоянно, из года в год, падает аудитория у Call of Duty, у Blizzard. У Blizzard вообще катастрофическое проседание. И у подразделения King, которое занимается мобильными играми, падает катастрофически. На треть может там упасть. У King тогда, по-моему, там с 380 миллионов. Там сейчас упало до 260 миллионов аудитории. А прибыли почему-то растут. Дуются. Что это такое? Как такое может быть? Действительно. А все почему? А потому что придумываются отличные новые системы монетизации. И результатская душе. А все потому, что, как мы уже не раз говорили, к сожалению для нас и для общего рынка в целом, Боби Котику и компании Activision, она уже давным-давно поняла. Ей не нужна кора аудитории. Ей нужны казуалы, которые с удовольствием заносят деньги каждый год на тот же самый Call of Duty, чтобы получить 5-6 часов каких-нибудь ярких впечатлений от компании, от мультиплеера, забросить на полочку. Потом внезапно до них дойдет реклама, что посмотрите, новый скинчик, новый там какой-нибудь режимчик, вернувшийся из предыдущей части, новые какие-то там косметики для оружия или просто новое оружие. О боже мой, сейчас вместо ножика я смогу убивать противников перчаткой и все. Главное 20 долларов занести, потому что перчатка отдельно не продается, только в комплекте. Потому что, да, к сожалению, для того, чтобы получать хорошую прибыль сейчас, издатели уже давным-давно поняли, им вовсе не обязательно бороться вот именно за тот рынок, над которым они раньше тряслись. Тот же самый анализ показывает, что у компании Эпи Геймс, ну, из Фортнайта, естественно, люди тоже начинают понемножку уходить, проседание по доходам достаточно существенное, но тем не менее, им этого более чем достаточно, того, что есть, и они придумают еще новые способы, пригласят кого-нибудь нового Фортнайт Гая, в этом году им был Киану Ривз, в следующем какой-нибудь новый хит выйдет, и, пожалуйста, можно будет его дальше монетизировать. Ну, там у них была коллаборация с Мстителями, то есть, они продвигаются, они активно ищут новые способы. В общем, дорогие друзья, на этом все, большое спасибо за внимание, Overwatch 2, Diablo 4, должны их анонсировать на этом Близконе, так что, по крайней мере, Близкон будет интересным. Я надеюсь, что не только телефонными играми нас будут удивлять, а в том числе порадуют новыми анонсами, как всегда, анонсы не будут нам рассказывать, о каким это образом вы будете это все монетизировать, а как эта игра вписывается в нынешнюю философию Близзард, и есть ли вообще сегодня такое понятие, как философия Близзард, или компания уже давным-давно забыла, что значит делать игры для игроков. Игры на века, игры, которые выходят в золотой фонд, вот, да нет, знаешь, философия Близзард, вот эта картина, приходит Бобби Котик, видит книжку, философия Близзард, выбрасывает ее в урну, достает такую брошюрку, там такой, знаешь, такой Талмуд, философия Близзард, там куча, брошюрку, философия Бобби Котика, и там такая одна строчка, каждый следующий финансовый отчет под прибыли должен быть более привлекательным, чем предыдущий финансовый отчет, и кладет. Дорогие друзья, на этом все, если вам данное видео понравилось, не забудьте поддержать его лайком, и конечно же подписывайтесь, чтобы не пропустить и быть в курсе последних новостей игровой индустрии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok